Здравствуйте! В эфире телеканала АТВ, международная информационная программа «Середина земли» в студии Анастасии Лисова и начнем с новостей Бурятии. Жители республики закодировали музыкой. В минувшую пятницу Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством маэстро Владимира Спивакова дал единственный концерт в Улан-Удэ. Несмотря на высокую цену, все билеты были распроданы. На музыкальном событии года побывала и наша съемочная группа. Государственная филармония открывает свой новый сезон грандиозным концертом Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста России Владимира Спивакова. В зале нет свободных мест. Желающих послушать виртуозное исполнение произведений великих композиторов хоть отбавляй. Концерт Спивакова и его признанного во всем мире оркестра для Улан-Удэ большая редкость. Тем более, что на этот раз зрители смогли насладиться пением солистов Большого театра Анны Аглатовой и Алексея Неклюдова. Неудивительно, что такое событие вызвало настоящий ажиотаж. В составе труппы 28 музыкантов, прошедших строгий отбор самого маэстро. Многие из них в первый раз в столице Бурятии. Музыканты признаются, что наиболее благодарные зрители встречаются именно в глубинке. У нас сейчас очень такая насыщенная поездка по Дальнему Востоку. Каждый день перелет, концерт. Очень интересно, потому что необычайной красоты природы везде. Особенно у вас здесь, в Бурятии, первый раз я даже не мог представить, что степи и эти холмы могут быть настолько красивыми. Главный виртуоз Москвы Владимир Спиваков убежден, что музыка – ключ к сердцу любого человека, независимо от эпохи и окружения, в которых он живет. Колоссальная нравственная сила заключена в музыке. Просто даже мы не отдаем себе отчета, очень часто, что значит музыка в нашей жизни. Это ведь, как я сказал уже однажды, это закодированные человеческие эмоции. И то, что волновало людей прошлых эпох, это волнует сегодня. Абакан, Новосибирск и Челябинск. Еще три города осталось посетить виртуозом до окончания тура по Дальнему Востоку. Сразу после него виртуозы выступят с той же программой за рубежом. Марина Непомнящих, Борис Геленов, первая альтернативная. И к другим новостям. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в некоторых районах Бурятии. Так, в Севербайкальском районе, несмотря на минусовые температуры, по-прежнему не приступили к отопительному сезону. Такая же ситуация сложилась в поселках Анахой и Сосновый Бор. Основная причина – нет мазута. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве республики. В режиме готовности находятся сотрудники МЧС и МВД. В республике отмечен всплеск квартирных краж. Аж только за последнюю неделю зарегистрировано 137 подобных случаев. Также увеличилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Кроме того, в нашем регионе орудуют мошенники. Об этом на брифинге заявили сотрудники МВД. Тему продолжит Надежда Хлыстова. Задержан человек, который держал в страхе спальные районы города. Жертвами были хорошо одетые женщины. Преступник поджидал их у питейных заведений, шел за ними до подъезда и там нападал. Главная цель – нажива. Каждую потерпевшую опросили подробно. Составили фоторобот, словесный портрет. И в дальнейшем сразу же было характерно, что он при нападении наносил побои потерпевшим. То есть, как бы, отличало особой жестокостью. И сразу же привлекло внимание. И нами начали сразу проводиться мероприятия. Уже доказано четыре случая. Преступления совершались в районе улиц Шумятского и Жердево в темное время суток. Если вы узнали этого человека, позвоните 02. Помимо этого, полицейские отмечают всплеск мошенничества. Жертвами обмана становятся пожилые люди. Женщина 32-го года. Ей позвонили, как схема одна и та же. Позвонили на телефон. Сказали, что сын совершил ДТП. И необходимо внести деньги для того, чтобы, ну так скажем, закрыть дело. В результате были переданы денежные средства в сумме 80 тысяч рублей. За последнюю неделю это уже второй случай мошенничества. В первом случае была обманута 80-летняя бабушка, которая отдала преступникам 25 тысяч рублей. Полицейские призывают быть осторожнее и не идти на поводу у мошенников. Зачастую этим занимаются ранее судимые люди. При этом телефоны зарегистрированы в соседних регионах. И поймать преступников достаточно сложно. Надежда Хлыстова, Вячеслав Батуев, Первая альтернативная. Воспитание кнутом. В отношении работника детского реабилитационного центра «Бояр» возбуждено уголовное дело по статье 116 «Нанесение побоев». 17 июня этого года в Джидинском районе республики вахтер детского центра нанес удары 14-летней воспитаннице. Избитая девочка вместе с подругой сбежала из центра и на попутном транспорте добралась до Улан-Удэ. Сотрудники центра искать детей не торопились. Обнаружить их помогла женщина, приютившая беглянок. Она и сообщила в прокуратуру о преступлении. Данный факт был выявлен в результате обращения гражданина к дежурному прокурору в прокуратуре республики Бурятия. Как показала проверка, по факту самовольного ухода воспитанниц администрация центра в правоохранительные органы не обращалась. Учреждениям фактически не были приняты меры по незамедлительному поиску несовершеннолетних. Спустя два дня скитания детей вернули обратно в реабилитационный центр. За допущенную халатность директор детского центра выплатит административный штраф. Еще два работника привлечены к дисциплинарной ответственности. Бурятия готова принять пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Свои двери для них открыли санаторий Байкал-курорт и несколько учреждений социального обслуживания. В республике продолжается сбор гуманитарной помощи. На сегодняшний день собрано и перечислено почти 2 миллиона рублей. Не остались в стороне и сельхозпроизводители. 40 тонн картофеля и 20 тысяч литров бутилированной воды уже отправили в Еврейскую автономную область. На данный момент собрано, рассортировано и упаковано около тонны вещей. Помощь в сортировке и упаковке вещей оказывают волонтеры, студенты Бурятского государственного университета. Особенно остро пострадавшие нуждаются в детских вещах. Дополнительный пункт приема гуманитарной помощи открылся в Центре социального обслуживания по улице Мокрова, 20. Также продолжается прием вещей в Республиканском обществе Красного Креста по улице Ленховойна, 8. По всем вопросам можно обращаться по телефону 45 07 43. В Бурятии завершился пожароопасный сезон. Предварительные итоги за 2013 год подвело Агентство лесного хозяйства. По сравнению с прошлым годом опасный период начался на месяц позже. Всего в Республике зарегистрировано около 700 лесных пожаров, общей площадью 18 тысяч гектар. По сравнению с прошлым годом она уменьшилась почти в 6 раз. Чаще других горели Заиграевское, Городское и Прибайкальское лесничества. У нас обновлен транспортный парк, материально-техническое обеспечение нашего специализированного государственного учреждения авиационной наземной охраны. Оперативность тушения у нас намного повысилась. И соответственно этот вывод можно сделать из того, что площади лесных пожаров сокращается, в том числе и средняя площадь лесного пожара. Добавлю, по фактам возникновения всех лесных пожаров с начала года было возбуждено 342 уголовных дела. Все они на стадии расследования. Между тем, лесники уже начали готовиться к следующему сезону. В Республике стартовала вакцинация против гриппа. Шутить с опасной инфекцией врачи не советуют. Статистика пугающая. Каждый год в мире от гриппа умирают 3 миллиона человек. В группе риска маленькие дети и пожилые люди. В этом году медики республики планируют привить около 400 тысяч человек. Мы должны за счет федерального бюджета привить детей дошкольного возраста, начиная с 6 месяцев. Это школьники, студенты, работники общеобразовательных учреждений. Это медицинские работники и лица старше 60 лет. Весь остальной контингент мы должны прививать за счет работодателей, за счет личных сбережений граждан и за счет местных бюджетов. Отмечу стоимость прививки за свой счет 100 рублей. По данным Роспотребнадзора Бурятии, благодаря своевременной вакцинации за последние 5 лет заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике значительно снизилась. Польский след в истории Бурятии. В художественном музее имени Сампилова открылась выставка икон именитого портретиста и живописца Карла Рейхеля. К его работам относятся портреты выдающихся общественных деятелей. Среди них Герцен, Грановский, Вяземский. Посетителям выставки представлены 13 уникальных икон. Среди них две чудотворные, которые мироточили в 20-30 годы 20 века. Баир Цедыпов продолжит тему. Работы Карла Рейхеля выполнены на загрунтованных холстах и написаны масляными красками. Одаренный живописец использовал огромную палитру оттенков, поражает разнообразие цветных тонов и богатство красочной гаммы. Выставка картин Карла Рейхеля. Это художник, который работал в 19 веке, художник польского происхождения. Эта выставка приурочена к 20-летию, к юбилею польского автономного сообщества Наджея. Карл Рейхель написал иконы для иконостаса Воскресенской церкви города Кяхта. Имя художника вписано не только в историю Кяхтинского музея. Его работы выставлялись в Третьяковской галерее и Государственном русском музее. На церемонии открытия выставки в Улан-Удэ побывал генеральный консул Польши в Иркутске Марок Зелинский. Увидеть уникальные экспонаты из Кяхтинского краеведческого музея можно будет до 25 сентября в художественном центре имени Сампилова. Баир Цедыпов, Борис Гелянов – первая альтернативная. День тишины и мира отметили в Улан-Удэ. В эту субботу горожане запустили в небо бумажных журавликов. Напомню, праздник, объявленный ООН, отмечают во всем мире уже 32 года. В нашем городе к нему присоединились во второй раз. 21 сентября – День тишины во всем мире. Улан-Удэнцы, несмотря на плохую погоду, не остались равнодушными к международному празднику. Тем более, что прямо в центре Бурятской столицы, на площади Советов, была организована акция «Добра». Всежелающие могли слепить бумажного журавлика, символизирующего мир и спокойствие, а после, загадав желание, запустить в небо. Организаторами акции стали благотворительный фонд «Роттери», комитет по физической культуре и спорту и комитет по образованию города Улан-Удэ. Действительно, такие акции символизируют желание, чтобы был мир, чтобы не было войн, чтобы наши дети не умирали так нелепо. Чтобы действительно все было хорошо. И вот эти журавлики – они символы мира, символы надежды, исполнения желаний. И Всемирная организация объединенных наций в 1981 году была принята резолюция 21 сентября проводить такой форум мира. В разных городах и странах праздник отмечается по-разному. Где-то проводят спортивные мероприятия, где-то акции для детей и концерты. Но стремление у всех одно – отказ от насилия и войн. Праздник создан, чтобы заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-то ради него. Сегодня мы запускаем шарики с журавликами. Принимают участие школьники и службы дворовых инструкторов. Тем более спорт – это мир, он объединяет всех, и во время Олимпийских игр останавливались все войны. Теперь этот праздник станет традицией и в нашем городе, пообещали организаторы. А нам хотелось бы пожелать, чтобы мирным и тихим Волан-Удэ был не один, а все 365 дней в году. Мария Максимова, Вячеслав Батоев – первая альтернативная. На этом у меня все. Далее реклама на канале АТВ. Сразу после нее смотрите новости Иркутска, Читы и Монголии. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.